всем привет мы начинаем новый влог сегодня у нас 25 октября вторник и мы приехали домой на обед с утра мы работали оба потом в 11 40 я была записана на ревакцинацию от к вида и сейчас мы пообедали и пока находимся дома позже я поеду на коррекцию ногтей уже прошел месяц не надо сделать коррекцию ногтей сейчас у меня вот такие ногти красивые но сильно отросли надо переделать алёша сейчас пересадит цветочки отдохнет и поедет работать сейчас я вам покажу чем занимается лёша лёша поздоровайся с подписчиками всем привет сейчас я вам покажу что он делает мы все-таки решили филобедрон биркина рассадить два горшка потому что сидя в одном горшке он у нас постоянно заваливается на бок вот мы разделили их на два горшка разделили как смогли конечно же повредили корни потому что я посмотрела в интернете как безболезненно это все разделить и там было все очень легко я думала что я тоже справлюсь но легко только в интернете но зато они глянь разошлись да а то сжатые такие были здесь лёша на наводит вермикулит земля и перлит вот эти цветочки уже но была намешанная земля а вот эти цветочки будут сейчас пересаживать это вот алаказия поле которому последний раз купили она вот в транспортировочном горшочке мы и посадим в горшочек чуть-чуть буквально совсем чуть чуть больше фикус у нас вот тоже транспортировочном горшке мы его тоже посадим в обычный здесь у нас такие адаптированные алаказии поле не привезенные мы хотим вот все три посадить в один горшочек и все до совсем чуть-чуть почти что почти совсем чуть-чуть пока лёша сажает цветочки пересаживает рассаживает я отдыхаю хотя у нас на балконе очень жарко вообще сильно солнечно я опустила рулонной шторы но все равно очень жарко лёша давай посмотрим сколько у меня там этих клубней давай это вот алаказия купленная в магазине естественно она привезенная не адаптированная ну не надо специально не разговариваю а переверни его кверху ничего не видно один корня на маленьком горшочке ну ладно сажай не будем тебе мешать я пошла отдыхать дверь сажает поливать до проливать вот эти вот хорошо надо биркина там для мочалка туда землю никак не подсунуш это мочалку отнести ванну ванной пролить ну давай сейчас отнесу пойдемте купаться пойдемте купаться будем с вами купаться коврик висит с пола ой не тут зла это на ней надо не будем плевать она нет срана чуть-чуть и полить надо хоть чуть-чуть на полей после пересадки все надо плевать хоть чуть-чуть но надо вот вот Продолжение следует... Смотрите, у нас стендапсу... стендаптус энджой. Пусть он маленький росточек мне Лёше принёс показать. Видите? Ага. А Эйпл нет ещё, да? Так, один листик встал. Нет, Эйпл что-то никак не вырезать. И ещё вот здесь вот, видела? Нет. А, ну это я тебе про розовый тоже, видит, начал следение расти. А главное мы? Да. Ага. Ну ладно. Ты закончил, нет? Нет, сейчас я их не ловлю. Угу. Адрацина наша так и продолжает желтеть. Хотя мы её проливали, но всё равно здесь кончики сохнут, вот здесь, а здесь желтеет. Я не знаю, что с ней делать, пока она перебаливает. О, как быстро у нас всё меняется. Солнышко пропало. Небо подзатянуло. Ничего ж все. Смена власти. Лёша, ты видел? Глянь, небо подзатянуло. Ага. Ну хотя всё равно тепло, 13 градусов. Но солнышко пропало. Да. Так, Лёша тут уже посадил всё. Вот так у нас получилось салаказий. Так. Что-то не могу кашки открыть. Надо посмотреть, вода там не скопилась. Близнецы. Давай открывай, поддона будешь очень долго стоять. Всего открывал, где-то там ничего. Открыл уже? Да, все открывал уже. Ставь вот этот на место, где он и стоял. Он сам стал. Так. Ставим всё обратно. Ой. Не нахнёшься. Всё мешает. А чё ты, Фикус, посередине не посадил? Как-то он у тебя к краю получился. А корень так светлый. Вот сказочник-то. Вот сказочник. Так и скажи, что промахнулся. Принеси тряпку, оботри гашки. У тебя почему-то всегда гашки грязные. Так. Потирай. Так. Вот что-то я его задом как-то поставила. Так, наверно. Надо, наверно, вот эти тоже подсадить, а то там уже корм длинный, подгниёт. Ты вот этот поливал? Вчера поливал. Угу, угу, угу. Красавчики. Так, ещё один филатетрон. Не знаю, надо какую-то полочку заказывать, наверно, ещё одну. А то уже цветочки ставить некуда. Ну ладно, было бы что ставить, а куда найдём? Я вон стеро не стал поливать. Вот такая вот красота. Ладно, буду собираться на коррекцию ногтей. Тоже отросли, надо подтачивать. Всё, мы уже собрались. Поедем делать коррекцию ногтей. Поехали делать коррекцию ногтей? Ты тоже будешь делать? Да. Наташа, жди. Маникюр. Наташа, жди, мы едем вместе с Лёшей к тебе. Встречай нас. Ты только на руках или на ногах тоже будешь делать? На ногах тоже, везде. Везде? Ну хорошо. Хорошо. Сегодня у Наташи будет работать непочатый край. А пока я буду делать коррекцию ногтей, Лёша съездит на моей машине, поменяет колодки. Если я не ошибаюсь, конечно. Мне кажется, там уже пора менять колодки. Ладно, поехали. Кстати, ещё забыла вам сказать, что мы с Лёшей заказали с Москвы два отросточка цветов. Так что, как придут, я вам покажу. Два абсолютно разных. Я уже прям жду не дождусь, когда они придут, да? Да, но они совсем маленькие, там буквально по листику. Но, тем не менее, как придут, я вам покажу. Теперь точно едем на ногти. А то я вас уже заболтала. Сижу я такая на коррекции ногтей. И смотрите, кто за мной приехал. Добрый вечер. Кто здесь? За мной приехала Лена и Лёша. Забрали меня с коррекции. И мы решили заехать кофейку попить с пиццей. Лена уже с работы, Лёша тоже, а я бездельник. Здесь очень оживлённая дорога, поэтому очень шумно. Пойдёмте с вами пить кофе. Лена. Лена себе купила новый кошелёк. Вот так он выглядит. Вот такой кошелёчек. Малюсенький, по сравнению с моим. Тут даже фотографий нету, Лена. Папину надо вставить. Вот такой кошелёчек. И у Лены новая сумочка. Покажи, какая сумочка. Она сейчас слишком толстая. Она слишком толстая. Вот такая сумочка. А с другой стороны покажи. Вот такая. А внутри там красная отделка. Вот так. И сколько такая сумочка? Почти три тысячи. Почти три тысячи. Это она в каре покупала. И кошелёчек там же купила? Понятно. Заказали мы три кофе и три пиццы. Ждём, когда нам принесут заказ. Мы взяли вот такую табличку. И по этой табличке нам должны принести заказ. А кого-то скоро ДР. Ой, новые серёжки у Лены. Красота какая. А это другая. Ой, камушек с другой стороны, да? Да. Ой, боже. Не могу перевернуть. А, да, да. Это я изнанку показываю. Вот лицо. Ага. Красивые. А у меня вот такие ноготочки. Тоже ничего. Ну да, я люблю такие нёдовые. А у тебя какие покажи? Ммм. С фольгой, да? Угу. Так мы же вроде показывали. А тут бубошечка у Лены. Надо поцеловать бубошечку. Да? Чтоб прошла бубошечка. Сама пройдёт. Сама пройдёт? Целовать не надо бубошечку? Нет. А папа всё время говорит, поцелуй мне бубошечку. А то сейчас папа у него дарится и скажет поцелуй. Он всё время так делает. Папа всё время сажал цветочки, да? Ещё два отростка с Москвы ждёт. Двух деточек, да? Вот, ладно, ждём свой заказ. Нам принесли заказ. Лена ищет своё кофе с сиропом. В чём-то они вообще отличаются? Надо отпевать, наверное. Вот, вот написано. Карамель и три пиццы. Две Италии и одна Европа. Всем приятного аппетита. Спасибо. И всем, кто будет с нами кушать, тоже приятного аппетита. Ну что, мы уже дома. Буду заканчивать наш сегодняшний кратусенький влог, так как уже ничего интересного происходить не будет. Время уже девятый час. Начало девятого. Пойду умываться, отдыхать, ложиться спать. Завтра рано на работу. Так что, хочу закончить этот влог и поблагодарить вас всех за то, что вы меня смотрите. Ставьте лайки, пишите комментарии. Большое вам всем спасибо. Всем большое спасибо, кто пишет мне советы по поводу выращивания цветов, по поводу полочек, расстановки горшочных растений. Те, кто меня поправляет с названиями, потому что бывает, что я оговариваюсь. Спасибо вам большое. Это говорит о том, что вы меня очень внимательно смотрите. Я вам очень благодарна. Если вы еще не подписаны на мой канал, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Всем спасибо и пока-пока.